все здравствуйте сегодня постараемся быть быстро рассказать и коротко вот здесь классная штуковина стоит значит давайте так все начнем здесь заявлены очень громкие к ней характеристики поэтому проверим и это акустика пользуется спросом скажем домашних домашних условиях домашних условиях пользуется спросом также пользуется спросом она скажем где-то в районе дачи и эта акустика очень часто часто люди звонят спрашивают что касается она есть разная она есть 10 дюймовыми динамиками с одним я говорю про одну акустику есть вот акустики где два 10 дюймовых динамика а также эта акустика еще идет с 12 дюймовым динамиком сегодня мы рассмотрим ту акустику которой 10 дюймовые динамики которая в принципе считается наверное одна из ходовых учитывая то что громкость возможностей и цена итак это акустика компания фэнтон значит что не нужно сказать значит вообще сейчас я прочитаю что говорит завод изготовитель но тут сухо поэтому в основном я пару слов за счет за счет а затем все таки будем разбираться смотреть по месту что там есть и на что она способна значит друзья эта акустика получается spb 10 актив значит что в ней есть значит в этой акустике имеется юсб порт порт sd-карт имеется также 10 допустим она 10 дюймовых динамиков где имеется супер бас имеется два входа на микрофон имеется выход рца это это подразумевает тюльпан вот имеется са трабл контрол но это были которые контроле контрол для перегрузки вот значит какие еще имеется в нем суть идет тут и на две акустики одна акустика идет активно вторая идет пассивно что тут и указано что один актив и один пассив то есть тут все на немецком и без перевода поэтому я читаю как имею возможности итак значит особенности характеристики читали написано в ней значит повар макс возможности две колонки по 300 ватт на 8 ом затем диапазон от 40 герц до 20 килогерц значит давление давление мне между 123 децибела динамики до 10 дюймовые потом написано здесь но это понимаете по этот это twitter twitter имеет элемент пьезо то есть высокие частоты на элементах пьезо что еще у них есть значит включение 220 240 и габариты как раз таки есть габариты значит получается в в миллиметрах 265 на 330 на 537 и вес акустики 13 килограмм но это все что я смог прочитать и найти вот поэтому давайте все таки придем дел то есть откроем посмотрим прочитаем что есть на коробке я думаю там где-то в нем будет акутика это вылезет вот так приходит на вот в такой коробочке вот она написано как правильно это будет фантон или фэнтон фэнтон а вот значит что есть вот эта коробка написано фэнтон написано 2 по 300 значит актив спикер модель spb 10 на 10 динамиках здесь ободрали непонятно но понятно что есть еще bluetooth есть юсб есть sdm 10 димовый два входа на микрофон rca это тюльпанный выход имеется супер бас какой-то travel control не знаю посмотрю что это значит одно актив одна колоночка пассив вот ее все характеристики 2 по 300 суммарно 600 на сопротивление 8 ом ну то в принципе то что я и считал 123 децибела частота 40 герц до 20 кГц 10 динамик высокий частотная на пьезо 220 габариты и вес 13 кг здесь все то же самое только они нарисованы и сразу 602 друзья 10 динамики но 600 ватт хочу заметить вот ее модель актив вот здесь мы все крутим тут тоже самое а это будет дублировано поэтому открываем и смотрим чем они хороши что мы сделаем что можно к ней подключим посмотрим как они сделаны вот но это конечно на любителя знаю точно там красные резиновые динамики вот здесь суперски пуперски ничего такого нету тут все как всегда у нас очень просто поролончик снимаем аккуратно отбрасываем так что еще вот о чем я говорил что они есть разные есть вот они идут одна колонка сразу будет говорить так на два динамика есть также динамик с 10 дюймовым маленькие есть 12 дюймов так давайте вот все написано есть с 8 даже дюймовым динамиком с 10 дюймовым динамиком есть и есть с 12 дюймовым динамиком вот два динамика два и шесть ну в общем ну они я так понимаю что это брошюрка одна на все виды случаи жизни потому что наверное основное меню вот это которое в колонках оно у них у всех одинаково только может быть усилитель немножко разный внутри а так по менюшке наверное они будут типичны поэтому брошюрка одна брошюрка у нас идет на английском языке вот ничего тут суперском и одно ругательство поэтому будем разбираться самостоятельно так брошюрку мы тоже пока отложим значит что в комплекте в комплекте я так понимаю это провода акустические есть какой плюс в этой колонке я сразу первоначально вижу уголки и ручка хоть они не тяжелые они по виду небольшие ну чтоб достать а хочу заметить что они сделаны из фанерки что в принципе это уже хорошо в последнее время мода как бы конечно на пластмассу в артистику не знаю насколько это хорошо но это но все равно как ни крути все таки дерево звук передает лучше поэтому разворачиваем ставим вместе я рассматриваю они не тяжелые правильно что там вот есть ручка сверху это очень удобно так значит динамик дистильмовый решетка пластмассовая еще заметить кантовочка вот эта красная не просто так она резиновая и динамик там такой ход большой но это из того что мы видели вот значит вот эти вот пьезо получаем вот высокие частоты простенькие такие скажем фазен вектор у нас есть 10 динамик есть ну и пластмассовая решетка сами они деревянные это мы хорошо слышим вот самое основное что у нас есть это у нас вот здесь есть значит тут у нас есть получается сразу картридер назовем его так значит для для USB ну и для карт памяти для карт памяти MMS я так понимаю карточка вообще как БСД и что у нас есть вход лампочка которая горит и все остальное но вот импорт посмотрим как вообще там написано что есть Bluetooth но вопрос как он работает не знаю микрофон у них запараллельно так понимаю один канал микрофона микрофон второй вот это вот получается эхо микрофона ручка хорошо идет плавненько удобненько это громкость микрофона стандартно это бас это высокие это общая громкость но вообще ну название фантом вообще вот кто любит акустику деревянную и любит звук деревянной акустике и за небольшие деньги дома ну как бы она актуальна нормально что с этой стороны ничего особенного включение выключение вот ее модель 600 ватт вот на клеймах вторая колонка у нас пассивно подключается и на тюльпанах на RCA включение в любой другой источник на этой колонке фактически она немножко она пшельноватая на этой мы увидим всего лишь подключение и так подключаем вот этим проводами которые были в комплекте вот так эту штучку подключают очень просто черный к черному красный к красному чтобы не попутать полярность так и сделаем так есть 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 можно сказать сказать что как бы и нам достался но провод в комплекте очень маленький я бы рекомендовал все таки по сечению взять провод получше потолще взять сечение крема здесь все равно располагает возможно и подлиннее и развести так хорошо в квартире сделать все осталось нам одно 220 поэтому мы их переворачиваем чуть-чуть под уголубки так понадобится нам микрофон проверить есть потом понадобится нам есть так самое главное как всегда все ручки на ноль посмотрим что может быть акустике переключение сигнала если будет большой щелчок на акустику но не хотелось чтобы был большой щелчок на акустику чтобы так есть незначительные и это хорошо видишь что не все так плохо чем больше щелчок тем дешевле компоненты и тем быстрее возможности что динамики перебирают не во время работы а именно во время когда ты включаешь и выключаешь еще если ты на все громкости ты в это время включаешь то все таки тогда динамик по своему ходу поршня выходит больше и идет обрыв поэтому именно в такие моменты оно все у нас идет и если есть такие небольшие шумы это не страшно это говорит о том что акустика какое-то время долго стояла может быть на складе и это резаки такое случается часто поэтому просто надо их несколько раз как бы эти резаки прокрутить где-то пыль собралась или он просто в одном моменте устоялся ну между две пластинами поэтому такое возможно и ну просто прокрутить их когда дольше ручки эти не крут но не крутили они долго стояли в одном положении такое было и это не страшно чуть-чуть прокрутить разработать но уже тут уже меньше поэтому так при всей громкости идет как бы такой звук есть чуть-чуть вот характерно но мы же не бьем как бы супер профессионально поэтому вообще в принципе нормально настолько громко не так она сильно гудит не так она сильно шумит подфанивый есть незначительные но расстояние шага от нее практически не слышно включаю микрофончики посмотрим что нам будет на микрофон и какой будет звук у микрофона насколько это будет четкий звук как сколько все-таки сможет дать низкие часы написано супер бас что подрезается по словам супер бас учитывая что это 10 динамик я точно не знаю но проверить звук по его объемности хотелось но не знаю что это так это очень мягкая резина может за счет этого хода большого у нее за счет этого радиуса у нее очень большой ход и за счет этого должно быть качество звучания неплохо по низкой частотой так итак включаем микрофончик значит у нас микрофон у группы здесь раз 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 два три четыре пять шесть раз звук хороший что касается эхо что касается эхо эхо тоже неплохо то есть раз два три раз два эхо чистое она дает какой-то такой как эхо рум то есть в каком-то холле находишься но когда при всей громкости эхо говоришь раз значит должны повторяться слова но если эхо немножко дешеват ну так как бы бытовое то мы вдалеке будем услышать металлический металлический такой уже идет звон наложению сейчас попробуем раз 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 вот 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 то есть есть где-то в конце лишний звук как пищит или что-то загудит но если она всю громкость не сделает раз два три четыре пять семь то это нормально то есть это проверяется но это для профессиональной акустики а для такой акустики это вполне норма смотрим по частотам раз два три раз два три четыре пять шесть нет частоты здесь никакой роли не играет громкость и сейчас друзья это уже громкость вся раз два раз два три раз два три три раз два три четыре пять раз два три И, значит, смотрим, уже получается второй разъем. Включили во второй разъем. Мы смотрим второй. Раз, два, три, четыре, четыре, пять, шесть, семь. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре. По звуку нормально. Для небольшой комнаты, для небольшой компании, что касается микрофонов, вполне, вполне, вполне нормально. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ну, громкость вот эта и громкость это вся, что у нас есть. поэтому мне кажется чуть 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 не хватает громкости друзья на то все же 10 динамик давайте посмотрим что у нас будет касаться ну собой непосредственно музыки так выключаем учитывая 10 динамики то что они стоят у нас вместе их развести чуть чуть подальше то для небольшой холла для небольшого помещения зала нормально и так что касается музыки у нас есть для начала мы посмотрим флешки если мы слышим поэтому мы посмотрим как она у нас регулируется быть флешка флешку мы вставляем заморгала она моргает и она сразу считает или что мы еще не знаем сразу автоматически читаем ставим все в ноль так другую так жестко так 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 это так 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 Продолжение следует... 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 ну все работает битуз работает микрофон работает через через слышку мы включали через тюльпаны можно подключить на том что ничего не поменяется только может быть чуть-чуть меняется качестве громкости и немножко может быть немножко качество звучания еще зависит от той какую композицию мы скачали какого она объема в целом как бы касательно акустики если не обращать внимание на какие-то определенные нюансы мелкие нюансы если их можно просить то в принципе акустика хорошие цена вопрос стоит играет роль как к чему можно придраться когда ее до более низкая цена и при низкой цене звук очень качественный то что решетка пластмассовая фиг на нее она не на не блинчит не звенит потому что металлической решетка когда при хорошем басе она начинает дребезжать и то что это дребезжащий звук когда мощность дает bluetooth есть флешку ставить можно через тюльпаны подключить можно ручка для переноса есть здесь две боковые на фиг не нужны это нормально уголки есть сама делана из фанеры тоже огромный плюс два микрофона можно подключить эхо есть громко есть высокий низкий низ и как бы общий мастер есть ну как бы все вместо много не занимает насчет дизайна тут уже каждому свое кто любит деревянную акустику должна приглянуться что сам динамик и здесь мягкой резины ход хороший и низкие частоты действительно есть они реально есть и они ощущаются не ощущается приблизительно как скажем 12 дюймового динамика где-то так только 12 дюймов динамик дает такой низ более мокрая это были суховатый такой низ к учитывая что все-таки давление пришлось не принять два пьезо которые высокие нету таких высоких не что было нету но ты их слышишь что высокие частоты есть даже скорее всего как бы больше даже не высокие самые частоты здесь это более насыщенный как бы широкополосная частота ближе к высоко полос на где-то то есть как бы низкий и здесь скорее всего где-то больше как бы получается как широкополосная они но настолько чтобы эти пьезы были чтобы я слышал циклки то есть я их не слышу все тут больше как бы говорить нечего поэтому ждал я от них если честно намного меньше думал когда достал скалки что играть будут тише что качество будет низко что по звуку давление не услышал что я не слышу чистоты я услышал из того что они могут выдать из того что не выдали то есть но я остался ну как бы доволен поэтому друзья вот такая вот интересная акустика может кому-то направлялась хорошо но если где-то у кого-то спорного опроса на то они есть то есть и дизайн акустики бывает разно каждый выбирает свое на этом как бы друзья на этом все если что заходите на сайт и смотрите наши обзоры все удачи а